Россия Субтитры создавал DimaTorzok Кремлевские стратеги с подачей министра финансов Валентина Павлова заморозили вклады 40 миллионов вкладчиков Сбербанка на сумму 635 миллиардов долларов. Это были деньги людей, которые создавали ту экономику, которую впоследствии приватизировал нечестным и преступным путем за бесценок незначительный процент приближенных к власти предприимчивых мошенников. Вместо того, чтобы обменять вклады населения на акции Сбербанка на момент акционирования, наперсточники под благими намерениями борьбы с теневыми деньгами лишили народ денег. Всю собственность, которая создавалась трудом многих поколений, кремлевские воры решили поделить по своим, заранее просчитанным воровским законам. Такую задачу в 92 году был призван сделать ваучер. Но ни Кайдар, ни сам Анатолий Чубайс, возглавлявшие тогда приватизационное ведомство, не хотели никакой ваучерной приватизации. Поэтому были внесены поправки в закон о собственности, смысл которых заключался в том, чтобы не передать собственность народу, а найти способы разделить ее между нужными людьми. Чубайсом была создана сеть посреднических компаний для сбора ваучеров у населения – чековые инвестиционные фонды. Гражданам предложили принести свои ваучеры в эти чифы, причем было сказано, что сами граждане акциями распоряжаться не должны, за них это сделают специалисты, а гражданам останется только получать дивиденды. Но как только ваучеры поступили в чековые инвестиционные фонды, хозяева фондов сформировали пакеты ваучеров и пакетами в нарушении всех законов стали продавать их директорам предприятий, которые хотели получить эту долю собственности целиком. Директора предприятий за счет средств государственной казны или средств своих собственных предприятий скупали эти пакеты ваучеров и на них выкупали акции собственных предприятий. Так закончилась эта чисто мошенническая кампания, в результате которой нужные люди на следующий день проснулись миллиардерами, а население страны стало нищим. Но была и другая приватизация. В 1993 году молодой, энергичный, но уже достаточно известный бизнесмен Сергей Мавроди поздравил граждан России с Новым годом. Рад снова встретиться с вами в новом 1993 году. От всей души хочу пожелать вам и вашим близким здоровья, счастья, успехов. Пусть будутся в этом году все ваши мечты. В феврале 1994 года в средствах массовой информации началась реклама акций АОМММ. По словам председателя правления общества Сергея Мавроди, он предвидел начинающийся массовый обман россиян и решил сделать свою приватизацию. В которой бы каждый акционер МММ стал собственником народного достояния. В Минфине был зарегистрирован суммарный объем акций в количестве 991 тысячи штук. Действовавшая на тот момент законодательство запрещало одной организации являться владельцем более 35% акций проспекта и миссий. Поэтому были созданы три организации. Объединение МММ, МММ-фонды, МММ-курс. Именно между этими организациями был распределен весь проспект и миссий. Им акции были проданы по единой цене 1000 рублей, а они уже занимались продажей акций на вторичном рынке. Во всех этих организациях владельцем был Мавроди, но это законам не запрещалось. Законодательством не предусматривалось конкретных сроков регистрации ценных бумаг. И никому в голову не могло прийти, что акции могут обращаться с такой скоростью. С февраля по июль 1994 года МММ начало тоннами откачивать с рынка рублей, препятствуя росту цен на товары и услуги. Темпы инфляции снизились с 15 до 5% в месяц. Акции продавались на предъявителя под обещание высоких процентов и распространялись настолько быстро, что срочно понадобился третий проспект эмиссии на 1 триллион рублей. Сергей Мавроди обратился с соответствующим письмом в Министерство финансов. Но Минфин, испугавшись размаха частной структуры и не имея возможности отказать по существу, стал искусственно затягивать регистрацию. Так как приватизация была ограничена по времени, а сам процесс нельзя было останавливать, Сергей Мавроди изобрел билеты МММ. Он действовал по закону, так как на выпуск билетов не надо было получать разрешение ни у одной из соответствующих инстанций. Как же распоряжался Сергей Мавроди сотнями миллиардов доверенных ему народом денег? Нам всем внушили, что АОМММ это пирамида, потому что выплачивала огромные проценты за счет привлечения новых вкладчиков, а деньги никуда не вкладывались. Мы сейчас развенчаем этот навязанный официальной пропагандой миф. Приватизаторы для того, чтобы легче было проводить в жизни свои преступные планы по ограблению россиян, ввели ограничения на покупку акций «Газпрома». В то время акции «Газпрома» распространялись по следующей схеме. В марте 1994 года распоряжением Госкомимущества России 28,07% акций «Газпрома» могли купить на закрытых чековых аукционах жители только 60 регионов, где размещались газодобывающие и газотранспортные предприятия «Монополии». Для того, чтобы наиболее эффективно распорядиться деньгами вкладчиков МММ, Сергей Мавроди начал скупать ваучеры на бирже, чтобы затем на аукционах скупать на них акции «Газпрома». В 1994-1995 годах доверенные лица Мавроди находили жителей этих регионов и работников областных предприятий «Газпрома», передавали им ваучеры, на которые те покупали бумаги концерна на чековых аукционах. Других путей поучаствовать в этих аукционах тогда не было. С целью соблюдения действующего тогда законодательства приобретались эти акции, как правило, не на имя Мавроди и не на АО МММ, а на физических лиц, проживающих по месту регистрации того или иного предприятия. Они заключали договора с доверенными людьми Мавроди, где было указано, что первые действуют в интересах посредников. Таким образом, по вышеописанной схеме только в Пермской области было приобретено 60 миллионов акций «Газпрома». В скупке в Пермской области участвовало 15 человек, но всего, по словам Мавроди, их были тысячи. Следствие располагает всеми необходимыми данными, подтверждающие вышесказанное, но скрывает от вкладчиков данную информацию, а документы налоговых органов с 1994 года даже для суда остаются неприкасаемыми. Для примера приведем одну из объяснительных записок, которыми располагает следствие. Я, гражданка Икс, подтверждаю свои показания, данные ранее работникам правоохранительных органов. В 1994 году я действительно работала начальником пункта МММ в городе Энн и получила в июне 1994 года от президента компании ООН МММ Сергея Мавроди 12 тысяч ваучеров для приобретения на чековом аукционе в интересах вкладчиков ООН МММ акций «РАО «Газпром»» в нашем регионе. Учитывая, что юридические лица не могли принимать участие в аукционе, было принято решение изначально оформить их на сотрудников компании и моих знакомых, как физических лиц, что я и сделала. Для участия в аукционе я привлекла 12 человек, фамилии перечисляются. Каждый из них получил по 1 тысячи ваучеров. По результатам чеков аукциона у каждого из них оказалось по 6 миллионов акций «РАО «Газпром», которые и предназначались впоследствии по замыслу Сергея Мавроди переписать на счета компании ООН МММ. А теперь можно провести нехитрые математические расчеты, чтобы опровергнуть лживые обвинения Сергея Мавроди в пирамиде и лживые утверждения суда о том, что он деньги никуда не вкладывал. За 12 тысяч ваучеров на аукционе было приобретено 60 миллионов акций «Газпрома». Следовательно, один ваучер был равнозначен 5 тысячам акций «Газпрома». По некоторым данным, таким образом, доверенные лица Мавроди скупили в интересах вкладчиков МММ полтора миллиарда акций «Газпрома» за 300 тысяч ваучеров. Если учесть, что Мавроди скупал на бирже ваучеры по 25 долларов за штуку, а по информации интернет-издания «Коммерсант», цена ваучера никогда не превышала данной суммы, то для покупки полутора миллиардов акций «Газпрома» Сергей Мавроди затратил со всеми накладными расходами не более 10 миллионов долларов. Сейчас, по рыночным ценам, только акции «Газпрома» стоят по самым скромным подсчетам порядка 18 миллиардов долларов. Именно масштаб деятельности Сергея Мавроди, его голова, его грамотные действия по приумножению капиталов вкладчиков, его стремление построить в обществе народный капитализм вместо мошенничества и ваучерной приватизации, в которой будущие олигархи за бюджетные деньги, за бесценок, скупали народное достояние и явилось настоящей причиной преследования Сергея Мавроди и ограбления вкладчиков МММ. В устав «Газпрома» ввели два противозаконных пункта за номером 7.4 и 7.5, запрещавшие продажу акций без письменного разрешения правления РАО. И просуществовали они вплоть до 99-го года, до самого краха политики Ельцина и Черномырмина. Естественно, после такого нерыночного решения стоили акции «Газпрома» все это время сущие копейки, чем кремлевские воры и воспользовались, когда люди годами не получали зарплату, они все скупали за бесценок. В 95-м году Сергей Мавроди официально обратился в правительство за разрешением продать акции «Газпрома» на 10 миллиардов долларов для того, чтобы расплатиться складчиками, но получил отказ. После силового и незаконного уничтожения эффективно работавшего предприятия арбитражный суд города Москвы 2 августа 1997 года признал АО «МММ» банкротом и 22 июля 1998 года открыл конкурсное производство. Из доклада конкурсного управляющего АО «МММ» Константина Глодева «Реализуя сертификаты акций и билеты МММ, признанные решениями хамовнического межмуниципального суда города Москвы долговыми расписками, АО «МММ» через одно из структурных подразделений «МММ» АО «Чиф Рус Инвест» прежние номинования «Чиф МММ Инвест» приобрело пакеты акций 19 крупных организаций-эмитентов, а именно АО «МММ» но 21 июня 2000 года хамовничество Межмуниципальный суд города Москвы постановил признать сведения, распространенные конкурсным управляющим АО «МММ» Глодевым в передаче «Независимое расследование с Николаем Николаевым» 16 марта 2000 года о том, что для приобретения акций 18 эмитентов, принадлежавших в настоящее время АО «Рус Инвест», привлекали средства обманутых кладчиков АО «МММ» и сведения, что АО «Рус Инвест» является дочерней организацией АО «МММ», несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию АО «Рус Инвест». Таким образом, вкладчики МММ, доверившие свои деньги Сергею Мавроди, который приумножил их капиталы в сотни или даже в тысячи раз, незаконным решением хамовничества суда были отсечены от своей собственности. По имеющейся у нас информации, некоторые жители так называемых газоконденсатных месторождений, на которых были оформлены акции «Газпрома», после того, как Сергей Мавроди был незаконно привлечен к уголовной ответственности по сфабрикованной властью причин, не выдержали искушения и начали продавать непринадлежащие им акции некой фирме по нотариальной доверенности на определенное лицо «Х». Через два месяца после скупки краденных акций фирма перестала существовать. Директор был убит, а главбук пропал без вести. Скупка краденных у народа акций обошлась директору очень дорого. Эта цена равнялась стоимости его жизни. А сейчас я зачитаю выписку из ответа Генеральной прокуратуры на запрос инициативной группы вкладчиков МММ. Уважаемый гражданин Икс, сведения о причастности группы жителей города Перми к хищению акций РАО «Газпром», приобретенных по поручению АО «МММ» фонды в количестве 66 миллионов акций подтвердились. Однако оснований для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности по делу 145.007 не имеется. 14 мая 2005 года. Начальник отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью в аппаратах МВД и Минюста России А.Е. Пучков. Данный ответ прокуратуры можно смело назвать образцом коррупции всего российского правосудия. Когда народ из-за нищенских зарплат в богатой стране не вовремя оплачивает коммунальные услуги, с него за каждый день просрочки в виде пени берутся штрафные санкции. Но когда тот же народ, кремлевские воры, грабят на десятки миллиардов долларов, то оснований для возбуждения уголовных дел нет. Возбудить же уголовные дела против коррупционеров России вообще невозможно. Вот, например, здание в центре Москвы, где сегодня располагается представительство Санкт-Петербурга. По информации интернет-издания, Стрингер.ру, оно было куплено Сергеем Мавроди за 12 миллионов долларов. Но после его объявления в розыск, дом легко отсудили себе московские власти. Остается только задаться вопросом, что же это за страна Россия, где даже правительство находится в сворованных у народа зданиях? Кремлевские воры, осознав размах частной структуры, которая в одиночку начала строить государственный капитализм, пошли в наступление. По поводу работы МММ было создано заседание правительства, на котором было решено любыми путями развалить успешное предприятие, которое не укладывалось в планы их мошеннической приватизации. Для этой цели были привлечены налоговая полиция, прокуратура, МВД, антимонопольный комитет, НИНФИН, все СМИ, губернаторы чуть ли не ежедневно докладывали Ельцину, как идет операция по развалу МММ. Каждый день по телевидению с утра до вечера твердили, что это афера. Когда наперсочники поняли, что искусственно создать панику у них не получается, они решили предъявить Мавроди надуманные иски по неуплате налогов. Вот что по этому поводу говорит сам Сергей Мавроди. Абсурдность обвинений исключала возможность компромисса. В чем ведь меня обвиняли? Что я заплатил налоги не 11 даже миллиардов, а 14, кажется, не помню уже, да не с того счета оказывается. Поэтому то, что вы заплатили, это ваши проблемы. Зачем вы это сделали, мы не знаем и знать не хотим. А то, что фирма эта тоже ваша, значения не имеет. А вот то, что вы не заплатили с того счета, с которого надо, означает, что, во-первых, вы налоговый преступник, а во-вторых, что вы с учетом набежавших за это время пении штрафов, должны нам теперь почти в 5 раз больше, не 11 миллиардов, а 49 уже. И сумма эта уменьшивается с каждым днем. Имейте в виду, мои жалкие возражения, да помилуйте, преступление-то в чем? Если бюджет все равно свое получил, во внимание, разумеется, принято не были. Между прочим, была проведена финансовая экспертиза, которая выдала заключение в мою пользу. С того молсчета все правильно. Поскольку следствие, естественно, это не устроило, была назначена вторая финансовая экспертиза, которая опять-таки выдала заключение в мою пользу. Была назначена третья экспертиза, которая вновь выдала заключение в мою пользу. И тогда уж, совсем отчаявшись в этих идиотах-экспертах-независимых, следствие поручило четвертую экспертизу провести налоговой полиции, то есть тому самому ведомству, которое меня в неуплате налогов и обвиняло. Ну поскольку это только в книжках встречаются ультер-офицерские вдовы, которые сами себя секут, то таким вот образом все так и было. Это, между прочим, показывает и уровень работы наших доблестных органов. Даже посадить-то грамотно человека не умеет. Но о чем с этими уродами можно было договариваться? Им же не миллиарды нужны были, а я. Моя голова. Именно по этому абсурдному обвинению меня в конечном итоге ведь те арестовали. А вовсе не за мошенничество там. Или пирамиду, как все до сих пор уверены. За налоги. А за что вас было еще арестовывать? Сами следователи впоследствии смеясь, пожимая ли плечами. Кстати, те 14 миллиардов, которые я якобы ошибочно в виде налогов в 1994 году заплатил, так ведь и не вернули. Но вернемся к фактам. Каким образом власть, используя силу, начала разваливать народное предприятие? Через надуманные обвинения и через средства массовой информации власти все-таки удалось спровоцировать панику среди вкладчиков. И Сергей Мавроди решился на беспрецедентный шаг. Он снизил котировки в 125 раз, приведя цену акции к ее первоначальной стоимости, заявив, что акции будут расти теперь быстрее и через пару месяцев все вкладчики смогут вернуть себе деньги. После этого десятки тысяч человек, стоящих в очереди на продажу акций, не расходясь, начали их вновь покупать, но уже по первоначальной цене. Поняв, что с Мавроди они ничего не могут сделать, власть решила покончить с АО МММ и ограбить вкладчиков силой ОМОНа, грубо нарушая свои собственные законы. Для начала уточним, что абсурдные претензии были предъявлены не к АО МММ, а к одной из структур МММ, АО Инвестконсалтинг. Я зачитываю копию постановления. Утверждаю, и он начальника управления Департамента налоговой полиции Российской Федерации по городу Москве, генерал-майор налоговой полиции Б.С. Добрушкин, 4 августа 1994 года. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. Капитан налоговой полиции Петухов, рассмотрев материалы проверки АО Инвестконсалтинг, проведенный управлением Департамента налоговой полиции Российской Федерации по городу Москве, установил, что Мавроди не отразил в нереализационный доход и скрыл прибыль в размере 24,531,000,000 рублей. Налог с которой составил 8,585,850,000 рублей, что превышает тысяча минимальных размеров оплаты труда. Постановил. Возбудить уголовное дело по части 2 статьи 162-2 УК РосфСР. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к рассмотрению. Копию настоящего постановления направить прокурору города Москвы. Специалист первой категории отдела дознания Петухов. Согласен. Заместитель начальника отдела дознания Матюхин. Другими словами, у кремлевских воров просто сдали нервы. После этого надуманного и провокационного постановления они арестовали Сергея Мавроди и начали откровенный грабеж вкладчиков и уничтожение процветающей компании. В головной офис МММ на Варшавку-26, который не имел никакого отношения к так называемым проблемным налогам фирмы Инвестконсалтинг, ворвались люди в камуфляжи с автоматами, открыли сейфы, погрузили деньги в большие черные пакеты и без ордера, без описи и пересчета, без понятых вывезли их на 17 КАМАЗах в неизвестном направлении. По словам адвоката Мавроди Ольги Макаровой, в дальнейшем ни следствия, ни суд не прояснили, куда пропали эти деньги, которых по самым скромным подсчетам было не менее 150 миллионов долларов. В то же время, по словам Ольги Макаровой, 300 миллионов рублей из этих пропавших денег МММ по-тихому ушли на выплату компенсаций 18 высокопоставленным лицам, среди которых, по нашим данным, есть депутаты Государственной Думы, члены партии «Единая Россия», награжденные экс-президентом Путиным за активную законотворческую деятельность. На все возражения со стороны вкладчиков Верховный суд Российской Федерации ответил отказом. А чуть позже, уничтожив своих российских вкладчиков, правительство Черномырдина вдруг решило оживить французские царские облигации, выпущенные до 1914 года. Такого еще не знала история, чтобы бумаги, продававшиеся за лист менее чем за 1 доллар, в перспективе стали стоить 100 долларов, а за ночь выросли в 40 раз. Несомненно, кто-то воспользовался инсайдерской информацией о поживлении этой макулатурой. Этот факт коррупционной сделки российских чиновников бесспорно должен войти в книгу рекордов Гиннеса. Нет, даже не сделки. Сама история России последних 20 лет достойна книги рекордов Гиннеса. Не было случая, чтобы власть что-либо давала народу при всех несметных богатствах и целитовно высоких, сложившихся на мировых рынках цен на сырьевые ресурсы. Кремлевские воры могут только одно – грабить и отбирать. Кремлевские воры Коррупция же при бывшем президенте Путине достигла и вовсе невиданных ранее масштабов. Достаточно сказать, что 100 богатейших семей Америки контролируют только треть годовых доходов американского бюджета. 100 богатейших семей России контролируют сумму, которая в два раза больше российского бюджета. В то же время любая попытка начать так называемые национальные проекты наталкиваются на стену чиновничества воровства, которые их рассматривают как способ личного обогащения. Но официальная пропаганда, фактически запретив свободную прессу, неустанно лепит из Путина кумира нации. Бывает ли потом агитаторам стыдно за свои действия и спится ли им потом спокойно? Вопрос, конечно, риторический. Владимир Путин принимает решение сам. И каждый из нас принимает решение сам. Путин любит родину. Не только ее прошлое, но и делает все возможное, чтобы мы все вместе могли гордиться настоящим и с надеждой глядеть в будущее. Путин, в отличие от многих других возглавляющих страны зарубежья, не летит в Вашингтон, когда ему надо принять важное решение. Он не едет в Брюссель, он выходит к нам, к людям. 2 декабря он выходит на референдум и он говорит, я хочу быть со своим народом. Начальник главного управления процессуального контроля Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Василий Пискарев раскрыл шокирующие данные, что коррупционеры съедают треть бюджета России. Недавно избранный президент России Дмитрий Медведев приступил к реформированию судебной системы и возглавил борьбу с коррупцией. Но приступить это еще не значит завершить. Сергей Мавроди, 3 апреля 2008 года. Похоже, денежки-то действительно тю-тю, как и вывезенные в свое время из МММ 17 камазов с деньгами. Это, кстати, в материалах суда есть, так что никакая не сказка. Вот куда они подевались, никто не знает. Растворились на бескрайних просторах нашей необъятной родины. И власти сейчас затевают свои обычные игры. Где деньги? Не у нас, а где? А мы откуда знаем? У нас нет. Вот и все, вот и все выплаты. И решение суда. Получил с нашего государства кто-нибудь когда-нибудь хоть что-нибудь? После варварского уничтожения МММ и похищения кремлевскими ворами народных денег, граждане России начали вкладывать свои сбережения в доллары. Инфляция в стране с 5% вернулась к своим 15-16% в месяц. А 11 октября, в день, который окрестили черным вторником, курс рубля упал на 30%. С 2803 рублей до 3926 рублей за доллар. Строительство народного капитализма в России было завершено. И началась эра строительства олигархически-коррупционного государства. Кремлевские воры, вдохновившись идеей и безупречной работой ОМММ, решили создать свою пирамиду. Пирамиду государственных краткосрочных облигаций. Под предлогом покрытия дефицита бюджета. А на самом деле в целях личного обогащения. Вот что по этому поводу говорила эксперт комитета по бюджету и финансам Совета Федерации Лариса Пияшева. Если всю собранную в 1996 году сумму принять за 100%, то на покрытие бюджетного дефицита ушло 30%. А 70% заново привлеченных средств были использованы для избирательной компании Ельцина и для формирования частных капиталов лиц, участвовавших в этой афере. А участвовали в ней Центробанк, Сбербанк, коммерческие банки плюс некоторые частные лица. В результате этой операции Ельцина действительно на трон посадили. Его рейтинг с 6% подняли на положенную высоту. Но вместо того, чтобы прекратить игру, ее продолжили. Уже с тем, чтобы поступления шли только в собственные карманы у строителей. На этих процентах очень сильно нажились люди из Центробанка, из Сбербанка, частично из коммерческих банков и частные лица, в основном из правительства. Частные лица действовали по следующей схеме. Член правительства на несколько месяцев выходит в отставку, как частное лицо, берет многомиллиардный кредит в одном из банков. Ему, разумеется, охотно этот кредит дают. Покупает ГКО, получает по ним проценты, а тогда проценты по ГКО были бешеные, 250-290% годовых. Возвращает в банк кредит, а на 190-200% суммы, которые он брал, покупает акции Газпрома или РАОЕС, в данном случае не важно. Таким образом обесточивалась вся экономика. Сергей Мавроди не обесточивал экономику, он развивал ее, вкладывая деньги вкладчиков в лучшие российские предприятия. Он никого не принуждал покупать свои акции, люди за ними выстраивались в очередь. В афере с ГКО страховые компании, пенсионы и все другие фонды обязали держать часть своего уставного капитала в бумагах ГКО. Таким образом, мошенники насильственно забирали деньги у предприятий, населения и всевозможных фондов для набивания своих собственных частных карманов, что подпадает под различные статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Кто-нибудь из наперсточников был наказан «Список высокопоставленных преступников из правительства и других властных структур, нажившихся на пирамиде ГКО, есть в прокуратуре». Сергей Мавроди, 11 мая 2008 года. Насчет ГКО я лично консультировал Беллу Златкис, официального автора ГКО. Где-то я, по-моему, даже об этом упоминаю в тюремных дневниках, кажется. Правда, я не знал тогда, чем вызванный ее столь пристальный интерес к системе. А потом меня арестовали в августе 1994-го, а в октябре появились ГКО. И все стало на свои места. Но они, наши власти дорогие, спецы из Минфина и прочее, оказались, увы, идиотами. Даже скопировать толком не смогли. Впрочем, насчет их умственных способностей, иллюзий у меня никогда особых не было. Кириенко же поставил на всем этом деле окончательную жирную точку. Все мы с вами знаем, что если человек заслуженно или незаслуженно отсидел в тюрьме, то, выйдя на свободу, он обладает всеми правами и обязанностями, как обычный гражданин страны. Захватив имущество акционеров МММ на десятки миллиардов долларов, кремлевские воры решили действовать по проверенной веками схеме. Разделяй и властвуй. Власть разделила вкладчиков на две противоборствующие группировки. Ведь всегда из миллионов акционеров можно найти десяток другой штрихбрехеров. И предложила им подавать на Мавроди иски в суд, дав надежду нескольким сотням пенсионеров вернуть то, что им якобы задолжал Мавроди. При этом власть не объясняет, почему она отказывает в исках против Сбербанка, заморозившего частные вклады на 635 миллиардов долларов, на руководителей других финансовых пирамид или разорившихся банков. Возглавил инициативную группу ничего не понимающих и наивных пенсионеров Ливон Сарвазян, художник, который, по его словам, потерял в АОМММ квартиру и художественную мастерскую. С подачи данной группы штрейбрехеров Чертановский суд города Москвы в 2007 году приговорил Сергея Мавроди к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы и обязал Мавроди выплатить в пользу государства штраф в размере 10 тысяч рублей и 20 миллионов рублей пострадавшим от деятельности МММ. По словам судьи, срок наказания исчислялся от 31 января 2003 года, когда произошло задержание Сергея Мавроди. При этом сам Сарвазян неплохо нажился на данной акции, незаконно беря с людей деньги за помощь в оформлении всевозможных документов. 22 мая 2007 года этот срок истек, и Сергей Мавроди вышел на свободу. Вопросы связаны с исками. Сейчас вы знаете 700 исков на сумму 300 миллионов рублей. Но ситуация настолько абсурдная, что мне даже сами приставы не называют сумму. Они говорят на уровне 300 миллионов, завтра будет 500, а послезавтра миллиард. То есть количество исков увеличивается? Да, с каждым днем увеличивается количество исков, причем ситуация совершенно абсурдная с этими исками, поскольку по уголовному делу было 10 тысяч потерпевших, и сумма исков составляла 100 миллионов рублей всего. поскольку в уголовном деле все-таки вникают, и как-то люди серьезно относятся к своим словам. А в гражданских исках, вот сейчас на 700 исков уже 300 миллионов. То есть просто в силу того, что в гражданских судах даже не имеют возможности проверять сумму этих исков. То есть вот человек объявляет, что он потратил... Вот вы приходите в суд, показываете билеты МММ и говорите, вот я их покупал по 125 тысяч. На самом деле, поскольку вы их покупали, неизвестно, у них цена росла все время. Значит, я считаю, что мне должны 100 миллионов, а с учетом инфляции, там, того 200. Судя говорит, хорошо, 200, хватит вам 200? Может, 300? Это самое. Да, вот буквально происходит вот именно такой абсурд вообще. Причем люди, которые уже получили по уголовному делу, так же спокойно приходят, их тоже принимают. Ну, то есть это все, я не знаю, это немыслимое что-то. Сказали, что ваше имущество будет описано, то есть что-то, значит, есть у вас? Нет, вот на уровне телевизора этого. Обстановка? У меня не может быть имущества. Понимаете, ситуация абсурдная и бессмысленная, потому что у меня имущество в принципе быть не может. По той простой причине, что было уголовное дело, и все, что могли найти, все изъяли по уголовному делу. Там уже с конфискацией было все. Ну, то есть все имущество найдено, изъято. У меня не может быть имущества в принципе. Понимаете? Ничего. Если у меня есть какое-то имущество, я преступник уже. Вот так вот пришлось это делать. А сколько человек задействованы в этой схеме? Несколько тысяч. Это все эти люди, и я еще раз обращаю внимание, что все эти люди есть в уголовном деле. Конкретные адреса, фамилии и прочее. То есть они не составляют какой-то секрет, я не говорю, что есть какие-то нефические люди, а кто они, я никому не скажу. Эти люди всем известны, они есть в уголовном деле. Я следствию предлагал неоднократно, что почему вы не занимаетесь вообще? Я не претендую на эти акции, я могу написать вам в любую бумагу, подписать что вы. Пожалуйста, занимайтесь, продавайте их. И расплачивайте складчиками. Никакой реакции. То есть вы готовы к этому? Конечно. Власти только декларируют, что они хотят расплачиваться складчиками. Это не надо никому абсолютно. Кладчики не интересуют никого. Почему за год не заплатили, государство не заплатило ни копейки? По всем и темисткам, вот эти 700 тысяч. Почему даже вот эти несчастные 700 тысяч долларов, есть решение суда, из них не заплатили никому ни копейки. Вот это даже государство наше не устает удивлять. Мне кажется, я уже все про него знаю. Но меня оно каждый раз заново удивляет. Я все-таки думал, что этих 700 тысяч заплатят. Нет, ничего подобного. А со стороны окологосударственных структур не поступает предложение купить эти акции? Нет, ну как они их могут купить? Мне их сначала надо переоформить на себя. А в данной ситуации я не могу это сделать, поскольку я не имею по закону на это право сейчас. Поскольку есть эти иски. Все, вот замкнутый круг. То есть государство добилось того, что я это все, между прочим, не сейчас вот задним числом придумываю по ходу дела объяснений. Я это говорил год назад, что так оно и будет, так оно и вышло. Ну и все эти акции, единственное удержение, что гражданские дела имеют срок давности, два года. Год уже прошел, остался год, вот через год истечет, тогда я смогу заниматься всем этим. А что вы с ними делаете? С чем? С акциями. Как переоформить на себе и продать, и расплачивать с вкладчиками. Там 15 миллиардов долларов, что ли, 20 сейчас уже. А сейчас мы зачитаем официальную информацию с сайта Кремль.орг. В начале апреля приставами были изъяты 700 тысяч долларов, которые в свое время были изъяты у Мавроди и хранились в ГУВД Москвы. Летом 2007 года Мавроди выступил с заявлением, в котором утверждал, что готов вернуть средства, причем надеялся приступить к этому процессу до конца года. Однако подвижек в деле выплат не произошло. В ответ Сергей Мавроди заявил, «Московские судебные приставы запретили мне производить любые продажи и дарения. По сути, я расписался в том, что я по закону не могу производить выплаты. В противном случае это будет прямой путь обратно в тюрьму». 22 мая 2008 года инициативная группа вкладчиков направила в префектуру Центрального административного округа города Москвы уведомление о проведении пикетов. Цели пикета 1. Достичь получения письменного ответа лично председателя правительства России Путина по существу содействия в возможности реализации акций РАО «Газпром» для выполнения намерений Сергея Мавроди о начале его личного расчета с вкладчиками МММ. 2. Достичь возможности лично Сергея Мавроди возврата денег более 10 миллионам человек, доверивших МММ почти 10 миллиардов долларов, а не только 700 тысяч долларов, изъятых у Сергея Мавроди 16 ноября 1994 года и перечисленных 3 апреля 2008 года на счет службы судебных приставов, которых не хватит взыскать в пользу даже 649 потерпевшим из более 10 тысяч признанных судом. 3. Достичь снятия ареста на имущество, принадлежащее Сергею Мавроди для реализации им лично на аукционе в счет обеспечения гражданских исков, потерпевших, строения, ангар с оборудованием, балансовой стоимостью на 21 мая 1996 года 391 миллион рублей, при возможной сегодняшней цене продажи от 3 до 10 миллиардов рублей. Таким образом, продажа только одного ангара с рыночной стоимостью от 3 миллиардов рублей способна десятки раз погасить все сегодняшние, в том числе новые, противозаконные иски хавовнического суда. Так почему же этого не делается? Ведь ангар в счет погашения долгов вкладчиков был арестован еще в 1996 году. Вместо этого работа судебных приставов и средств массовой дезинформации начинает напоминать работу клоунов, работающих на потеху публики. Обычная домашняя библиотека, она есть наверняка у каждого из вас. Издание Пушкин, Салтыков, Щедрин, Шукшин. Мавроди остался верен себе. Раньше научил полстраны считать последние копейки. Теперь приставы должны решить, какую часть долгов 300 миллионов погасит стопка поддержанных книг. Иллюзий судебные исполнители не питают. Все зависит от того, на какую сумму будет оценено имущество. Но я думаю, что это не большая часть исков, которые у нас имеются на исполнении в настоящее время. А ответ лежит на поверхности. Кремлевским ворам не нужны ни вкладчики, ни деньги. Им нужен Сергей Мавроди. Ведь они прекрасно понимают, что если российская и мировая общественность узнает об их преступлениях, то это как минимум только укрепит их мнение о России, как о несправедливом и коррупционном государстве. Конечно, в мире есть диктаторско-тиранические страны, где коррупция и диктатура находятся на уровне еще выше, чем в России. А в некоторых президенты съедают своих подданных на ужин. Но Россия входит в большую восьмерку именно как цивилизованное государство. Возможно, одной из причин такой неторопливости может быть стремление кремлевских воров в очередной раз зарегистрировать в коммуническом суде своих агентов, чтобы получить по риповым билетам имущество, которое принадлежит всем вкладчикам МММ. Опыт в этом вопросе у них уже есть. Таким же точно образом в руки нескольких дельцов могут попасть и все акции «Газпрома» и других компаний, которые Сергей Мавродий покупал в интересах миллионов акционеров МММ. И после этого на кремлевском сайте задаются вопросом, почему никаких подвижек по выплатам со стороны Мавроди не произошло. Инициативная группа вкладчиков написала коллективное письмо на кремлевский сайт с просьбой разобраться по поводу кражи 17 камазов денег в работе приставов, которые не соблюдают законы и, по сути, связывают Сергея Мавроди по выплатам, и по поводу 10 миллионов человек, ждущих, когда суды разберутся с несколькими сотнями исковиков. А из Федеральной службы по финансовым рынкам получили ответ. Уважаемые вкладчики АО «МММ», решением арбитражного суда города Москвы от 2 сентября 1997 года АО «МММ» признана банкротом в связи с неспособностью исполнять требования кредиторов и превышением обязательств над имуществом. Решением арбитражного суда города Москвы по делу от 29 апреля 2003 года процедура конкурсного производства в отношении должника АО «МММ» завершена. Принято решение о ликвидации АО «МММ». В соответствии с решением арбитражного суда требования, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. АО «МММ» не включено попечительским советом Федерального фонда в перечень всероссийских и бежрегиональных финансовых компаний, платчиком которых выплачивается компенсация Федеральным фондом. Решение хамовничества суда города Москвы и действия судебных приставов могут быть обжалованы вами в Мосгорсуде. Итак, круг замкнулся, поэтому пора подводить итоги. Первое. Судебные приставы не могут раздать и сам несчастные 700 тысяч долларов, незаконно похищенные ими в одном из офисов Сергея Мавроди в 1994 году, так как не знают решение какого суда им исполнять – Чертановского, Хамовничества или Мировых судей, непонятно на основании какого решения, принимающих заявления от все новых и новых истцов. Второе. Сами суды сейчас заняты выяснением между собой, кто из них нарушил больше собственных постановлений и на основании каких законов. Федеральная служба по финансовым рынкам предлагает обжаловать решение Хамовничества суда и судебных приставов в Мосгорсуде. Третье. Количество исков к Сергею Мавроди после того, как он вышел из тюрьмы и по закону никому ничего не должен, неуклонно растет. Четвертое. Ни один акционер МММ, за исключением 18 высокопоставленных коррупционеров, разделивших между собой похищенный у вкладчиков МММ 300 миллионов наличных, на сегодняшний день не получили ни одной копейки. За тот короткий период, который Дмитрий Медведев возглавляет страну, несмотря на обилие правильных речей, никаких изменений в России пока не происходит. Хуй из мистер Путин, мы уже знаем. Хуй из мистер Медведев, вопрос остается открытым. Никаких подвижек по части экономических, политических и демократических свобод в России не происходит, а благие пожелания пока остаются только на бумаге. Политика Путина привела к тому, что в России не осталось политических партий. Есть одна партия, партия власти, Единая Россия, партия миллиардеров, коррупционеров и взяточников, и несколько карманных партий, которые разрешены Кремлем, пока их руководители хвалят власть. Так называемая борьба силовиков и либералов не оказывает никаких положительных моментов на развитие страны. Ни тем, ни другим народ не нужен. Их интересуют только свои внутриведомственные интересы и состояние собственных счетов в зарубежных банках. Во время празднования Паспи в 2006 году патриарх Алексий II докладывал главе государства. Сегодня на вопрос Паспи, все ли у них есть для жизни, они отвечают, все есть. Еще несколько лет назад не чувствовалось такого оптимизма и сознания того, что есть все необходимое для жизни. Если учесть, что в стране 4 миллиона бомжей, 3 миллиона наркоманов, 3 миллиона алкоголиков, 10 миллионов инвалидов, 4 миллиона состоят на учете у психиатров, а население страны сократилось на 6 миллионов человек, то на фоне таких фактов заявление патриарха выглядит довольно странно. По заявлению руководителя МВД Российской Федерации, в стране отмечается устойчивая тенденция роста числа детей, оставшихся без попечения родителей, которых сегодня только по официальным данным более 730 тысяч человек. По неофициальным число беспризорников в стране в несколько раз больше. Исторический соперник православия Ватикан, считающий себя главой всех христиан, предчувствуя надвигающуюся угрозу разделения мира на сверхбогатых и сверхбедных, расширил список смертных греков и причислил к ним наркотики и социальную несправедливость, из-за которой возникает бедность, а немногие накапливают избыточные богатства. Россия по социальной несправедливости замыкает сотню стран в списке организаций объединенных наций. Поэтому все еще только начинается. Мы, кроме того, способны и должны в течение ближайших 10-15 лет войти в число стран и лидеров по ключевым показателям качества жизни наших граждан. Таким, как уровень доходов и социального обеспечения, качество образования и здравоохранения, продолжительность жизни, экологическое благополучие и обеспеченность жильем. Для современной России уже стали привычными высокие темпы и роста экономики, и реальных доходов граждан. Объем нашего ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности валют, превысил 2 триллиона долларов США. По этому показателю Россия сейчас занимает седьмую позицию в мире. А по прогнозам международных экспертов, способны уже в текущем году шагнуть еще на одну ступеньку вверх и обойти по объему ВВП такую страну восьмерки, как Великобритания. Если вернуться к макроэкономическим вопросам, вы как человек, скорее всего, понимающий во всем этом, скажите, в чем основная проблема сейчас в российской экономике, а в чем успех? Мы банановая республика, какой там успех вообще? У нас есть бананы, мы радуемся, нет бананов. Мы рыдаем вообще. У нас бананы, вот нефть и газ, все вообще. У нас ни экономики, ничего нет. Какой экономик? У нас нет никакой экономики. Вот если завтра нефть рухнет, то у нас вся экономика рухнет в ту же секунду. Я считаю, что дурь в конце концов обрушится, я думаю, что год он вряд ли протянет, и будут катаклизмы. Он лечится до какого уровня? Если он обрушится, то американское правительство не будет этой ситуации смотреть сквозь пальцев. Оно ведет либо новые доллары, либо внутренние доллары. Для граждан США одни, для этого что-нибудь. Будет катаклизм такого глобального уровня. Не то, что доллар обрушится, а просто будет новая валюта. А не то, что он упадет. Это никто не будет. Американское правительство не будет смотреть на то, как он падает, падает, падает. То есть оно примет на каком-то уровне, когда он упадет до какой-то отметки. Оно примет какие-то радикальные меры. Потому что он не будет смотреть, как разоряется страна. Оно кинет весь мир, и начнет с нуля. Зачем, для кого и для чего мы решили создать этот фильм? В данном фильме мы не преследовали цели еще более очернить и без того коррупционное российское правосудие. Преступников и рэкетиров из налоговых инспекций или прогнившую воровскую светскую власть. Мы старались смотреть на вещи честно и объективно. Насколько это возможно? Думая в первую очередь не о мавроде или расхитителях народного имущества, а о народе и ограбленных властью вкладчиках. Наш фильм, в том числе и для потомков, которые, копаясь в архивах официальной пропаганды, прославляющих пир во время чумы, должны знать и другую, неофициальную правду, в какой стране мы жили. Россия гибнет. Гибнет, несмотря на высокие цены на нефть. Гибнет, несмотря на фантастические залежи природных ресурсов и огромную территорию, которая была нам завещана предками. Россия гибнет из-за бездарности, коррумпированности и алчности ее руководства. И в то же время, такие талантливые люди, как Сергей Мавроди, постоянно находятся под давлением властей. В рамках данного фильма мы о многом не сможем рассказать, что, по нашему мнению, было бы уместно к данному материалу. Ну, например, о стабилизационном фонде, бездарно гибнущем в различных пирамидах на территории других государств, о религиозных новостях, происходящих в мире. Наконец, о том, что в случае каких-либо финансовых катаклизмов или форс-мажорных обстоятельств, дети кремлевских воров голодать не будут. Но можно ни на секунду не сомневаться, что кремлевские воры все свои преступления и просчеты в очередной раз с легкостью спишут на народ. В то же время мы возьмем на себя смелость заявить, что если бы Сергей Мавроди был президентом России, мы бы уже давно жили в другой стране, где не было бы миллионов беспризорников и десятков миллионов нищих, с трудом живущих от зарплаты до зарплаты. В то время, как сотни олигархов при содействии наперсочников из Кремля захватили силой и мошенническим путем то, что по праву принадлежит всему народу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok